Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником, дорогие братья, сестры! Сегодня мы совершаем праздник Хода Господня в Иерусалим. Мы с вами трудились Великим Постом, постились, молились, и Святая Чередесятница закончена. Мы подготавливали себя и очищали к событиям, которые посвящены последним дням жизни Господа нашего Иисуса Христа. За шесть дней до Пасхи Господь пришел в Вифанию, в дом, где жил Лазарь со своими сестрами, и Лазарь, которого Господь через четыре дня после его смерти воскресил из мертвых. Что за Пасха упоминается здесь, которая должна совершиться через шесть дней? Это Ветхозаветная Пасха, и само это слово в переводе с древнееврейского языка означает что человек прошел мимо или перепрыгнул. Что за событие? Когда еврейский народ находился в Египте, то он находился под гнетом, он находился в страшных условиях, и этому народу грозило уничтожение, а те, кто оставались живы, они оставались рабами. И вот Господь, в виде бедствия своего народа, призвал Моисея, который обратился к фараону для того, чтобы тот отпустил еврейский народ. Но фараон не хотел этого делать, и было совершено десять казней египетских. И вот последняя египетская казнь заключалась в том, что умерли все первенцы египетского народа для того, чтобы ангел смерти обошел те дома, где находился еврейский народ. Господь через Моисея помилел госяки дверей помазать кровью Агница, и ангел смерти, который поражал всех первенцев, он обходил, переходил или перепрыгивал эти дома. И еврейские первенцы оставались живыми, а египетские умирали. Это было последней каплей для фараона, чтобы согласиться и отпустить еврейский народ. И в честь этого было установлено празднование ветхозаветной Пасхи. И вот Господь за шесть дней до этого праздника шествует в Иерусалим. После того, как он находился в дому у Лазаря, и после этого он идет на праздник в Иерусалим, и он просит своих учеников, чтобы они привели ему осляти, то есть молодого, необъезженного еще осла. И ученики постилали одежды для этого осла, свои одежды они стелили, посадили Господа, и Он торжественно шествует в Иерусалим. Народ, который видел чудо и уверовал в Господа, чудо воскресения четвертодневного Лазаря, собрался во множестве для того, чтобы встретить его как царя, как победителя, как мессию, избавителя. Но, к сожалению, еврейский народ видел в нем избавителя от земных напастей, от иго, от власти, опять же, римского народа. И они никак не воспринимали его как искупителя за человеческий род. И поэтому сегодня, когда они встречают Господа, шествующего в Иерусалим, они кричат «Ассанна, Мышний! Благословен, беды во имя Господне!» Но через несколько дней, когда Господь будет предан Иудою, Иудою, они будут кричать «Раскни его! Раскни его!» К сожалению, происходит в нашей жизни так, что и мы приходим к Богу не за избавлением от своих грехов, не за тем, чтобы получить единственное, для чего мы здесь находимся на земле, это обретение Царства Небесного, то, которое мы утратим некогда. Мы приходим к Богу для получения земных влагов. Мы приходим для того, чтобы избавиться от болезней, чтобы суд, который грозит тюремным заключением, был как можно слабее это наказание. Может быть, условно, а может быть, вообще, и доказание никакой вины оправдает. Мы приходим для того, чтобы устроиться на работу, мы приходим для того, чтобы примириться с кем-то, но мы забываем о том, что Господь пришел в этот мир с одной единственной целью – спасти род человеческий. Он пришел как админский, Он пришел как жертва для того, чтобы распяться на кресте и принести свою жизнь за жизнь человечества. Вот евреи, к сожалению, этого не поняли, и увидев в нем простого человека, связанного, оплеванного, преданного, они разуверились в нем и кричали «Раскни его! Раскни его!» те одежды, которые возлагались на этого молодого осла. Это евангельская проповедь, это проповедь апостола, а молодой этот необъезженный осел, это вселовечество, которое было внееврейским народом, потому что Бога избранным народом был еврейский. И вот он здесь символически означает «Раскниться», а молодой необъезженный – все остальные народы, которые потом евангельскую проповедью, проповедью апостолов, будут призваны в Царство Небесное. И вот Господь шествует в Иерусалим. К сожалению, и мы очень часто кричим «Ассанна Вышних!» мы с такой радостью приступаем к причастию, мы с такой радостью идем на исповедь и обещаем Богу, что мы изменим свою жизнь. Но выйдя из храма, пройдя немногое время, мы с вами распинаем Бога своими грехами, своими страстями. И вот это животное, вот этот осел, он тоже символизировал как бы вот эти вот страсти, эти вот плотские вожделения, то есть такие безмолвные, сходские, которые в нас сидят, внутри нашего сердца. Господь говорит, что зла исходит из сердца человеческого. И вот эти последние дни, этот сам праздник Хода Господня в Иерусалим, он и торжественный, и печальный, потому что Господь идет на вольные страдания. Он идет на предательство Иуда Искариотский, который был татем, был учеником Христа. Он пришел и в среду первосвященникам спросил, а что вы мне дадите, если я предам вам Христа? Поэтому этот праздник для нас и торжественный, и печальный. Господь идет на распятие, Господь идет на предательство ради одной цели спасти род человеческий. И когда Он пребывал в Ифании, в дому Лазаря, то Мария разбила склянницу с очень драгоценной жидкостью, миром, и омыла Господа. И этим она символизировала, что Он непростой человек. Она как бы помазает Его на царство, и в то же время она готовит Его к погребению. И вот этот Иуда Искариотский, который был носителем денежной кружки для нищих, Он когда увидел, что такой драгоценный мир вдруг проливается и помазывается тело Иисуса, Он возраптал и сказал, зачем же гибель такого богатства? Нужно было продать это и раздать нищим. Но Писание нам говорит, что о ней ищих, Он спекся. Мы с вами, вспоминая предательство, будем помнить, что деньги, которые так нам хочется получить, так хочется, чтобы их было много, они, к сожалению, порабощают разум человека. И он уже не соображает, что сделает. Господь, будучи милосердным, не случайно доверил эту кружку с деньгами для пожертвований Иуде. Потому что в Писании он называется вором, и поэтому Господь, чтобы усовестить этого человека, Он веряет ему чужие деньги для того, чтобы он усовестился, для того, чтобы он покаялся, изменил себя. Но, к сожалению, так сердце наше порабощается грехами, страстями, что мы уже перестаем соображать. Как и начальники перестали соображать, которые кричали «Распни его! Распни!» Простой народ кричал «Осана Вышних!» А начальники уже положили на сердце убить и его, Христа, и Лазаря. Потому что многие приходили и веровали, что Господь Иисус Христос, Мессия, Спаситель, Пророк, Святой, Чудотворец, и многие шли за ним. И так они обезумели от своей власти, что решили убить, невзирая на те чудеса, которые Господь творил, и слепого исцелил, и расслабленного и воскресил четырехдневного мертвеца, но так обезумел начальство от своей власти, от своего положения, от потери его, потому что многие шли за Христом, что решили убить не только Христа, но и Лазаря. И вот сегодня мы торжественно с вами, как те люди, которые встречали Господа, они постелали свои одежды по пути шествия Христа на этом ослике. У кого не было одежды, те срезали ветви с пальмы и кидали устилая путь Христа. Вот мы символизируя этих людей сегодня в руках держим вербочки. мы символизируем, что мы также встречаем Христа, но помните, куда Он идет. Помните, что идет Он на смерть, на заклание ради нашего спасения. Вот эти вербочки мы сохраняем в течение года. Следующий год снова прийти с новыми веточками, старые мы обычно сжигаем, а с новыми идем опять навстречу ко Господу. И вот эти дни, которые скоро настанут, это Страстная Седмица, когда мы как раз и будем вспоминать эти страшные события и предательства, и последние вечера с учениками, когда в четверг было установлено Таинство Причастия самим Господом, который говорит, творите сие в мое воспоминание, пейте сие есть кровь моя, ешьте сие тело мое в оставлении грехов в жизнь вечную. Мы с вами будем вспоминать распятие Господа и смерть Его на кресте. Мы с вами будем вспоминать, что Господь как человек сошел в ад для того, чтобы оттуда вывести души тех, которые томились в аду, чтобы спасти всех. Мы с вами будем вспоминать впоследствии и светлое воскресенье. Но сейчас мы должны себя подготовить к этому событию Страстной Седмицы. Будем молиться, будем просить Бога о оставлении наших грехов, о том, чтобы сегодня сказав Ассану Вышне, мы завтра не сказали распни его, распни его. Я сердечно поздравляю вас с этим праздником. Сегодня на трапезе разрешается рыба. Кто вчера вечером не успел осветить вербы, мы их осветим на входе перед храмом, поэтому сейчас подходите к кресту, а кто не осветил вербы, после креста можно подойти на паперь, там батюшка выйдет, покрапит все ваши вербочки. С праздником! Храни Господь вас! Игорь! Игорь! Алекси and Господь! Продолжение следует...